Все же тут же, корчки и мусорка, остают, вакцинацию делают. Кто-то возмущается, а кто-то покорно ждет защиты от вируса. Ажиотаж у дверей мобильного пункта, где прививают от ковида небывалый. Люди, несмотря на дикую жару, отстаивают длинные очереди. Привиться в поликлиниках они сейчас не могут. На поселке Южном в данный момент не было. Они только что поехали. Привезут они ее или не привезут, непонятно. На вопросы записи по телефону тоже. Это очень длительное время пройдет. А здесь это делается все как мобильно. Ежедневно в крае прививают 7 тысяч человек. Вот только цифра эта могла быть в два раза больше. Будь больше кадров и не будь перебоев с поставками вакцин. Возник, скажем так, сверхспрос на вакцинацию. На мобильных комплексах на сегодняшний день от 150 до 200 человек вакцинируются. Ситуация с вакциной выравнивается. В выходные дни у нас поступило порядка 40 тысяч доз. В ближайшие 5 дней мы еще ожидаем 38 тысяч доз. На сегодняшний день в каждой поликлинике есть возможность вакцинироваться. Прививаться от ковида или нет, это вопрос, пожалуй, из разряда пристегиваться в машине или же нет. В большинстве случаев ремень безопасности спасает водителям и пассажирам жизни, но при этом может их травмировать при аварии. То же самое и с вакциной. Если рассуждать статистически, то количество умерших после ковид-прививки гораздо меньше, нежели тех, кому она помогает от осложнений. Правда, тут тоже нужно быть бдительными. Существует группа людей, кому вакцинация противопоказана. Анафилактическая реакция, беременность и период вскармливания. Не ставят прививку и детям. А что касается людей с аутоиммунными, то и со сложно поддающимися лечению заболеваниями, то прививать их можно, но с осторожностью. В случае, если первый компонент будет поставлен и не будет отмечаться никаких иных осложнений или тяжелых реакций, ко второму компоненту противопоказания в принципе нет. На сегодняшний день в Алтайском крае от момента применения первой вакцины с 14 сентября 2020 года осложнений не зарегистрировано. Только за прошлую неделю число заболевших коронавирусом стало больше на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Если же сопоставить с аналогичным периодом прошлого года, то и ПИД-обстановка осложнилась в разы. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее и страдают от него в основном люди трудоспособного возраста. Власти уже подумывают ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан – медиков, госслужащих и специалистов в сфере услуг. Проект постановления подготовлен и уже на этапе согласования. Принять его рассчитывают на этой неделе. Валентина Скирова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.